раз из глаз и ушей у вас начинает течь кровь и значит вы на канале play дальнобой и это совершенно новый безумный чумовой проект такой же безумный чумовой как его создателя дальнобой на легковой сегодня я затарился практически битком еду работать едут далеко если рассматривать это конечно как дальнобой то скорее всего это наверняка далеко прошлый рейс у меня вышел где-то 2200 километров круг не такой большой это должен быть чуть побольше потому что маршруте еще добавил пару точек выгрузки может не пару штук 10 но неважно я выезжаю из города время седьмой час я выезжаю не спеша потому что у нас время плюс один я еду там московское время и посему у меня есть немного времени форы первая выгрузка через двести пятьдесят километров и так господа едем так друзья самый ключевой момент который хотелось бы подчеркнуть это некоторые комментарии которые естественно не публикую потому что они настолько тупые насколько тупые их авторы этих комментариев ты едешь в рейс тебе что не хватает денег шторки горит не вывозят или я такой же тупой вопрос могу таким тупым людям задать а вот тебе неужели не хватает денег которые зарабатывают компании газпром неужели это же большая сумма как тебе может не хватать этих денег вот такой же тупой вопрос хочу задать таким же тупым людям такой коммент конечно не увидите я такое говно не публикую пусть бомбят в себя я смеж тем продолжу продолжу двигаться направо как навигатор подсказывает все залился до полного морда стала седой чтобы мухами короче все не облипло прошлый раз заебался муха пидоросик так хотел вам показать немного дороги ну тут в принципе вот этого регистратора вы все увидите ли с этого касаемо шторы кто-то спрашивал как видно зеркало заднего вида видно все прекрасно но если на вас светит солнышко вообще короче нихрена не видно сетка это не такая хорошая вещь как вам кажется но когда она была новая она была черная сквозь не было видно гораздо лучше чем сейчас сейчас она выцвела вот по сравнению с задними шторками прям выглядят паршиво но по-прежнему выполняет свою функцию шторка трокотовская кстати она вот за все это время до сих пор не провисла это не рекал не реклама трокота это просто хороший отзыв мы продолжаем двигаться дальше первый наш город который мы заезжаем это город может назвать с натяжкой это село герой париж или париж на самом деле фраза увидеть париж и умелеть произошла именно отсюда потому что париж это красивый город наверное я там никогда не был но пожалуйста париж вот сейчас вы все увидите париж и можете спокойно душой помирать потому что больше ничего плохого в своей жизни вы никогда уже и не увидите париж это небольшой город с поселением полтора человек почему полтора потому что один человек вот ну вот он походу едет как раз таки на колени а второй человек скорее всего инвалид ножка болит поэтому и полтора он остался еще здесь после войны когда он оборонил последнее ведро картошки захватчиков но захватчики все-таки всех захватили судя по разрухе вот барыш малая силаевка я с утра поел неудачно курочки пришлось окропить светыми фекалиями немножечко дичудные места так сказать я постараюсь поменьше материться специально для вас мои подписчики нормальные ребята которые любят ту плеводу который я снимаю за что вам нужно ставить обязательно порядок каждому памятник каждому городу с подписью он любит плеводу в нягоне уже стоит памятник моему творчеству это критер рано премиум там скоро будет шикарная безумная музыка великолепная великолепное сиденье великолепная отделка ну просто тюнинг от души но она не будет ехать к сожалению или к счастью скорее к счастью никто не будет дармовозить на этом шикарном автомобиле примерно насчет полтора человека похожи всех видманова вот смотри-то еще несколько человек а меня не приезжают и приехали сюда на заработки ведь париж славится своими высокими зарплатами есть несколько фабрик на которые раньше производили шинели но сейчас там голуби производят других голубей потому что скорее всего там все закрыто и остались разбитые окна в которые собственно говоря и поселились голуби с целью владеть других голубей в принципе наш уютненько это скажу вам в самом начале интересно необычно вот здесь по-моему был родник воду я здесь пил неплохая вода когда я ездил в черкле и вот озеро это и я так понимаю родник ну судя потому что из родника можно пить то есть озеро по логике людей можно пить вот все написано арте наш авангард что такое авангард ну судя по тому как затроченный вот там даже стекла местами нет есть пленка полиэтиленовая авангард это что-то плохое либо это партия что-то плохое здесь я ебал ехать налево и конечно извините навигатор я не потушаюсь на твой высший интеллект вот здесь хмурые какие ходят смотри вот в таком здании только хмуром жить вот коричневый ржавое здание фанта сервис фанта сервис неплохо что это по питон мобилям здесь делают исключительно питон мобилей в жигули вот главный питон стоит кроме закончилась солярка на среднем пути встал все обратили внимание как бы того джентльмену закончил топлив до слез аж здесь вырабатывает миллиарды в отблёж на какие-либо гунишь там 30 ног поверните налево налево на жидовский монастырь держит и молится своим жидовским богам если вы считаете что я оскорбляю жидовка заблуждается потому что жид это по моему украинское название насколько я помню гаврии смотри бэмзи оставит он до сюда доехать дальше нужно бензин а с армянскими номерами поэтому плюс мы пойдем как парижские люди чтобы нас никто не не раскусил бумага сральная тюрьма центральная вот самая дешевая бумага так пока нас никто тут не раскусил и не и не дал пизды пошли эту дно ну что ж друзья барыш заканчивается я его почти весь проехал личинка отложена колод куплено я правда этикетку оторвал чтобы за рекламу нас не вздернули еще не хватало чтобы пола на нас хейтеров натравила так подъезжаем николаев шикарное село герой николаевка так мы уже знаем что это поселок николаевка мы знаем что это николаевка уже информация собрана об этом поселке но посолиднее конечно тем барыш однозначно барыш по крайней мере был в свое время и сейчас наверное остался филиалом чувашской советской социалистической республики там очень много иммигрантов из чсср было здесь кстати тоже довольно таки много и я даже никто их знаю коля привет если ты смотришь это видео знаю вот разгвардия завод по производству ментоса очень много ментосов находится в одном месте вот еще ментосы сначала хорошие шмотки поносят в турции потом все что не носили турки и те кто там бывает привезли в казань потом все что нибудь не купили в казани не сносили приводит ульянов и только потом пары верьте в бога делаете добро ловите голубей короче так нарисована трактовать по-другому чтобы делать добро не нужно никого верить нужно верить в себя прежде когда вера в себя нет тогда уже и бог никакой как же говорится на бога надеюсь это там не плашай это примерно то же самое муху макин сити 796 километра так подъезжаем большой черплей лучшее место чтобы бросить якорь это черплей дома дороге самое время подумать зажили-были о том о сём а былом а грядущим короче во всяких понятия по крайней мере пока вот все те господа у которых диарея не обгонят его а потом уже можно и самому попытаться когда у тебя 4 мухи негде приземлиться в тачке нормальный дарит башка на крыло и жили ничего не кружится и камаза выявлены энди короче оказался чисто случайно от был повернуть налево а повороты все направо первый раз и надо не проебать поворот в сторону обратно какая великолепная дорога опа тут подпрыгнул оп оп тяжелую и в городе пьет ну что где кинем якорь покушали супчика на петухе теперь надо найти только как выехать проезжаю в пензу бензинская новая жизнь пак ее пенза он может какой-то стабильность, безопасность, развитие но это все не здесь это все где-нибудь за границами этого шикарного государства надо короче купить корректор, покрасить очки в белый цвет и начать говорить хочу сказать короче за категории за большие грузы 40к 86 они ахуэ они прямо на пиздец просто надо же пародировать великих умов тут у нас дальнобой на легковой не колены там, не альберты, ничего это на фуре на фуре дальнобой может каждый если поспать если хотите себя замучить то посадите в газель господи поменьше, господи поменьше садите в газель а если хотите себя задрочить капитан вот садите в легковую забивай ее битком и алга откидываем тему пони давайте посмотрим на достопримечательности шикарного села Ламы ни одного дома так, я предлагаю похавы ну еще одна точка осталась в Воронеже и все на этом попру в сторону дома без остановок едем дальше еще одна платная дорога на Воронеж жей кавы наш плов для ушей как тебе такая рецептура питерские экзорцисты и ростовские бомжи-убийцы в одном треке как пол лошади-получеловеке в абстракте мы с ними коллеги героиновые поэты добродушные коллеги а ты быть веселей это новый орбит со вкусом людей ешь пей иди нахуй рой себе могилу своей же лопатой мы здесь братья хоть и не от одной матери метафор полные кладези и все они под грунтом эспект над елем вагоном в будущем трупом и все они поднимаются и все они поднимаются